Алина, а как ты ездишь в Тиммертау? Я благодаря карте онай. Извините, благодаря карте онай у меня открывались такие возможности. Кататься на 47-м, на 45-м. Не, прикинь, я сказала, авиасейс. Я выбираю билеты, дешевые билеты, да, Тиммертау, да, авиасейс. Да, авиасейс. Всем привет, на связи Магнитка. И сегодня мы запускаем наш новый проект, подкасты. Здесь мы будем обсуждать все, что связано с юмором, в том числе игры Лиги Магнитка. Сегодня мы обсудим фестиваль Лиги Магнитка, который прошел 25 апреля. И у нас в гостях сегодня два человека, которые непосредственно связаны с этим фестивалем. Это Алексей Ли, администратор и империальдор Лиги Магнитка. И как Ксюша непосредственно была связана с этим фестивалем. Выкручивайся, выкручивайся. И Ксюша Челнокова, многократная участница Лиги Магнитка. И человек, который рассмотрел все 26 команд, а это уже подвиг. Вот так вот. Давайте начинать. Фестиваль прошел, теперь лига телевизионная. Было много команд, которые заявили желание принять участие в фестивале. Кто вам запомнился больше всего? А, Ксюша? У тебя было 26 команд, и ты уже такая, блин, не хочу бабай, хочу бабай. Практически. Нет, на самом деле, очень много было хороших команд. Но много команд были похожи друг на друга, по стилю. Но мне запомнилась команда «Плэн Драйв». Они ничего не заняли, но у них такие классные танцы на отбивках. Очень крутые. И, соответственно, призеры. Нестандартные, мирные жители. Нам пора. И земляки с отбором. Кстати, насчет драйва, да, согласен. Они очень сильно выбиваются из общей колеи темерталских, по крайней мере, команд. И ребята, в отличие... Ну, то есть мы с ребятами стараемся... Я стараюсь от ребят дистанцироваться в том плане, чтобы они писали сами. Потому что у них удивительный стиль, и он органичен с их внешним видом, с их мировоззрением. У них классный музыкальный ряд. И как они это используют? Я с ними поездил на поездках, получается, у нас в Альташе были. И они включали свою музыку. И это, капец, какая разная музыка. То есть там, может быть, как современная какая-то музыка, очень популярная. То есть та же инстасанка, да. Но это может быть такой старый классический русский рок, примерно. Или американские вещи какие-то. Но очень вкусно. Очень вкусно. Музыкальный вкус у них очень классный. Ну и Аня там. Конечно, Аня Тюркачева, человек, который играл еще... Она выходила в финал во втором или в третьем сезоне. Она чемпион Next была. То есть и человек с таким большим опытом. И, наконец-то, нашла свою команду. Прикольно, что ты назвала драйв, прикольный танцующий. И потом сразу же нестандартно не сказала, что нестандартно прикольная танцующая команда. Ну, просто от нестандартных это как-то ждешь. Потому что, ну, я видела уже их выступление. И они всегда на уровне, поддерживают его. А драйв, ну, мы с ними не так часто пересекаемся. Только вот в этом году в Карганзинской лиге они дошли до финала. И вот на фестивале. Ну, как из зала. Я первый раз их увидела, поэтому очень запомнились. Они так синхронно все делают, что позавидовать можно. Кстати, я видел оценки жюри. То есть, в Мистеце очень многие отмечали играть. То есть, нам нужно было отметить пятерку в роман. И они, да, не были в призерах, но пятерки они были. То есть, их отмечали. И есть удивительная черта. Когда они приходят на редакцию, у них всегда миниатюра. Кто-нибудь умирает постоянно. Я не знаю почему, они постоянно умирают. То есть, когда они приходят на редакцию, я говорю, сколько? Десять. Ну, и показывают миниатюру, где десять человек умерло. А они всегда, то есть, у них какая-то есть у них такая черна черта. И мы пытаемся с ней сейчас убирать ее. А вот нестандартные, кстати говоря, да, нестандартные. Меня тоже они удивили. Но удивили больше, наверное, два иммиака там. То есть, понятно, там есть Айбек, там есть Терканат. Но есть еще две девочки, которые вернулись, можно сказать, в КВН. Которые очень много давно отсутствовали. То есть, там Света была. Она была вообще в первом составе нестандартных. А они выступали во втором сезоне. То есть, из-за около четырех-пяти лет назад. Она играла там в финале второго как раз сезона нестандартных. Но перешла в другую команду. То есть, она прошла финал за нестандартные. Но на финал она перешла в сборную лиги Жейдерман. И нестандартные выиграли. Вот. И она вернулась. И есть еще Тамара Симоненко. И ее образ, вот этот учитель русского языка, очень прикольно как будто размешивал. То есть, это было нестандартное. Нестандартное, нестандартное. Где они всегда танцуют, быстрые переходы, какая-то дурка. Но была еще конфликт учителя русского языка, который их поправлял. И это прикольно смотрелось. Но я, насколько я знаю, что Тамара сейчас не играет в стандартах. То есть... Выучили русский язык. Да, они уже выучили русский язык. Но я не знаю, что случилось. Это уже внутри командное дело. Но Тамара, вот и Паня недавно видела, сказала, что она сейчас не играет в стандартах. Ну ты список видела всех, кого вы взяли? Да, делаю. Кто-то тебя удивил из этого списка? Или ты кого-то видела там... Ну, в магнитке, в смысле? Да, в магнитку. Ну, наверное, сообщество меня удивило, что они не первый год выступали. Но выступление их на фестивале довольно мощное было, ниже на финале Карганитского, когда они показывали. Ну, мне кажется, может быть им еще рановато магнитку. Но посмотрим, может, они до сих пор не... Ну, кстати, вот по сообществу мне тоже очень сильно они зашли на фестиваль, неожиданно. Потому что... Во-первых, девочка, которая играла. На фестиваль. Особенность этой команды, их много, непонятно, это сыгранный уже состав или он поменялся полностью. И, если честно, да, был вопрос в том, что выбирали между сообществом и по факту. Было такое, что выбирали между сообществом и по факту. Но как будто по факту... Да, много новеньких, кто-то ушел, создали свою команду, кто-то кого-то не было. И без претензий к ребятам, они классно сыграли. Но как будто бы, если сравнивать две команды на фестивале, как будто бы сообщество бы выглядело посильнее. Нет, сообщество хорошее, хороший уровень показали. Просто как будто бы они иногда теряются на сцене из-за того, что их так много. А они как будто бы немножко путаются. Но это, я думаю, они чуть-чуть потренируются. И это вообще не будет заметно. Но очень странных дел тоже, значит, было очень много. Ну вот. Ну, кстати, да, когда монтаж был, и монтажер нового телевидения, когда угодил сообщество, я говорю, ого! Кстати, он тоже зовут Алексей. А по такому принципу отбирают? Да, да, те, кто монтирует, монтаж Алексея. Так что этот подкаст, скорее всего, тоже монтирует Алексей. Да. Подкаст Алексей. И фотографики, иначе. Фотики, анимация. Вене, так интересно. Максим Борисович. Кстати, Максим Горький, он тоже Алексей. Алексей Сладкий. Каким Максим Горький, на самом деле, Алексей Сладкий? Ну, не умеешь учиться. Месси тоже Алексей. Ты тоже не умеешь. У меня из команд, которые попали в сезон, приятно удивило, что необязательно девочки у них. Наконец-то все получилось. Сколько раз они пытались, сколько раз они старались. Вот эта душераздирающая ситуация в том фестивале, когда ты смотришь на девочек, и выступало очень много команд, и в сезон не берут буквально 2-3 команды, и одна из команд это необязательно. И вот этот их боль на лице, сколько они пытались в себе поменяться, было очень приятно, рада за них. И то, что их последний мир в список добавили, и когда они сидели, я уверена, что они сидели дома вот так вот. Ну, пожалуйста, ну все, ну все. А, что, мы? Как по мне, было прикольно. Не обязательно возьмем, ну, не обязательно. Они обязательно очень, очень крутая команда, они стараются. Они, по-моему, весь материал, насколько я знаю, сами пишут. Вот. Просто девочки... В отличие от некоторых команд, да? Не буду называть эти команды, да? Про них там даже уже поговорили сегодня. Да. Не буду называть вот этих чемпионов. О, а я что искал? В общем, они большие молодцы, очень стараются. Они же команда, которая опытнее нас. Изначально они, правда, да? Водородом, или их состав менялся. Как их тут не называли? Или он раз, название менялся, команда менялась. А вот, наконец-то, они вышли в мобильку. Так что, ну, удачи им. Вот, кстати, касательно материала. Вот, что мне нравится, что они редактируют Рустама. После этого Катя мне всегда скидывает текстовый вариант выступления. Ну, то есть, перед этим, на редакцию тоже. Это не обязательно делать. А просто посмотрите материал. И Катя, вот, скидывает текстовый вариант всего выступления. И я, видя вот то, что ее старания, я всегда вот, бывает так, что ты запаришься и ночью только вспомнишь, там, час ночи уже засыпаю. И вспомнишь, что Катя мне скинула. Я специально смотрю, делаю свои правки, отправляю. И то, что эти правки, они потом оставляют. И, ну, они уже смотрят, да, с этим согласны, с этим несогласны, что-то оставляют, что-то не делают. Но то, что у них есть это стремление, это классно. Я просто знаю, что вот после того фестиваля у Кати и Сони было не то, что подавленное настроение, но, то есть, там до слезы находило. То есть, я и писал, и Катя писал, и Сони писал, и слава поддержки, потому что, ну, это всего лишь КВН и так далее. Ну, было, да, действительно, но они как будто ушли от этого, чересчур гиковское вот это все, да. Они шутили здесь, они шутили про Гарри Поттера, но что-то про, прям, внутри Гарри Поттера, там, какие-то вещи. А у нас такая публика, которая, ну, там, Гарри Поттера, если узнают, ну, да, мы знаем, Гарри Поттера, ну, там, профессора всяких или этого. А, дай полку! Ну, вот, стандартный зритель, да? Стандартный зритель у нас. Редактор Деги Магнитко, чемпион, а как разный участник Сочетских фестивалей. К сожалению. Да? Для Сочетских фестивалей. К сожалению, на Сочетских фестивалях там другие участники есть. Кстати, по ним как бы не было вопросов. Как будто бы, а куда еще их? Да, были команды, которые, у них есть опыт, они поменялись. И, но, я не знаю, насколько они будут конкурентоспособны в четвертьфинале. Потому что, если смотря, если судить о командах женских, то есть, это сугубо женская команда, проблемы сугубо женской команды, что их как-то воспринимают не так сильно, как, грубо говоря. Да, не так, как красиво танцующих, энергичных команд, где в основном говорят «Пад». То есть, то, что Баламуты, например, стали чемпионом в прошлом году для меня было удивительно. И они вообще, если так смотреть, они в прошлом году выиграли одну игру. То есть, они из-за всего фестиваля, четверг, полуфинал, финал, они выиграли только одну игру. И финал, это финал. И для меня это будет удивительно. Если говорить о команде, которые, наверное, ожидали большего, это, наверное, команды Баламуты. С одной стороны, девчонки готовы лесами. И классно, что они экспериментировали. Но во время их выступления, во-первых, там был молодой тапер. Там был тапер, который, это не будет в эфире, но при монтаже это было проблемно. И здесь уже, говорит, дисциплина. То есть, я, например, девчонкам говорил, потрепетируйте с тапером, найдите тапера раньше, потрепетируйте. Да, и у Баламутов есть офигительная черта. Они всегда находят причину. Всегда находят причину, там вот это, там вот это, вот это, и в конце ты сам виноват, оказываешься. Но и многие говорили, и потому что, наверное, то, что они стали чемпионами, от них ждут большего. И они, и в них было ожидание большего. То есть, они выступили, может быть, ровно. Хорошо, то есть, это было достаточно для того, чтобы взять их в сезон. Но от них ожидание было гораздо больше. Поэтому девочки не взяли призов. Ну, не ставят в порядок. Вот, кстати, вот, давайте так просто. Вот, ты был орган-зритель, ты был онлайн-репортаж, и так далее. Просто, как вы думаете, были ли команды, которые, по вашему мнению, не заслуживали? Не попали в тройку. Визы. То есть, многие, например, говорят, а Нестер? Нестер. Очень много кому понравился Нестер. И ребята были расстроены, скорее говоря, то, что, потому что они, скорее всего, ожидали, потому что они тоже займут призовое место. И было неожиданно. То есть, Нестер такое неожиданное, что почему? Были еще команды, которые, по вашему мнению, достойны были? Ну, драйв, опять-таки, они вот, зал хорошо реагировал на все их заходы. Но драйв не был, чуть-чуть не хватило. Для меня не было это вопросом, но по реакции в соцсетях и по реакции зала, как будто были вопросы, почему чудо-дети не стали. А, кстати, да, чудо-дети. Офигенная команда. Офигенная команда. Мне очень сильно понравилась. И по материалу их очень сильно понравилась. У них очень пробивной руководитель. Но проблема в том, что я им это говорил. Они для меня. Дети должны играть в детей. Их иногда делают взрослыми. И шутки взрослые, и какие-то образы делают взрослые, которые они не понимают. Они классно отыгрывают. Ну, и как Руслан сказал Мухтарам, что там есть несколько персонажей, которые надо усиливать. То есть у них не было какого-то конкретного центра, на котором шутили. И им, наверное, следует играть с детьми. То есть дети должны играть против детей. Объективно, да, согласен. Невозможно оценивать туфли моего деда или металл, и чудо-дети. У кого-то это вообще разный уровень. Танцуют, что танцуют, у кого-то это парад. Ну, молодежные сборные и... Да, молодежные сборные и чудо-дети. Это вообще как будто... И поэтому мы их пригласили в финал юниородники. Чтобы они играли свои... Ошибки команды. Вот микрофон. Вот это что такое? Вот так держать микрофон. Ладно, они громкие еще были. Но когда... Ничего не слышно. Команда... Команда, я это тоже скажу. Команда КВН общий пид. Все трое играют вот так. Нифига не слышно. Их монтаж хорошо на звуку так-то делал, получается. Ну, возможно, их спасут на монтаже. Но во время выступления, вот, самое обидное, девчонка классно играет. Классно играет, который получил лучший игрока, Айзадар. Айзадар тоже там играла. Просто, я знаю. Айзадар, Айзадар классно играет. Понятно, как команда выступает второй-третьй раз в своей жизни. Но микрофон не держите вот так. И вот так не держите. Есть команды, которые уже ушли на монтаже? Ты говоришь, что сейчас команды... В инвестиционной лиге точно не будет восемь команд. А какие? Смотрите на ютуб-канале, да? На новое телевидение смотрите. На новое телевидение. Скоро будут все игры. Их еще не сняли, но они скажут все выйдут. Когда-нибудь. Удивило еще, кстати. Это команда Килл Н2, колледж М1. То есть я их полгода не видел. Но они играли среди колледжей. Какого-то кубок не было? Я не была, но я знаю, да. Там, а кубок у тебя среди колледжа? Да, да. И Двойка меня удивила. И материалы, и как будто увереннее стали. Конечно, не все получилось у них, мягко говоря. Но и выступление было из тех, которые они показывают в магнитке, в темерталл. Можно объединить Зэ и Двойка. То есть это было самым символом для выступления. Ты помнишь команду? Команду помню, но Двойка мне не очень запомнилась. Потому что как зрителю 26 команд отсидеть. И очень смешно местами. Но какого-то там прям яркого, яркого момента. Им не хватало запомнилось. Да, и у них этого и не хватило. То есть у них был блок со мной, который потенциально был смешнее, чем... Второе место. Команда «Земляки Собурова». Тоже что можно сказать? Можешь что-нибудь добавить? Ну, классное выступление. Еще бы поменьше шуток, что они «Земляки Собурова». И вообще классно было. Ну, это моя команда молодая, но... Ну, уже в поигравшую. Да, они в отношении поедали. Актерка. Харизма, харизма. Но здесь, да, очень хочется посмотреть второй конкурс. Как они на дистанции программ игры. Победители. Тогда нам пора и развяжители. Да, вот мы с Ксюши, то что обсуждали, нам пора. Когда мы их увидели, первый раз, это обоюдно было. Мы не думали, что не будет такой прогресс. Мы думали, что вот команда, которая сейчас чуть-чуть поиграет, как будто их заставили поиграть, и не знаю, и все, они уйдут. Ну, они так с каждым выступлением все больше и больше опыта набираются. И становятся все сильнее и сильнее. Уже сейчас сложно против футболистов уходить. И они в правильное русло начали двигаться. Потому что, когда они первый раз выходили, я думала, о, ну, здравствуйте, это вторая сборная Снежногорска. Потому что там все было очень костюминтизировано, шутки на образы. Я думала, они в какую-то эту стезю пойдут, а они вышли в какой-то более, ну, что ли, в литературу, ну, не в сложных стезю. Ну, в плане, они в другую стезю пошли, и это им больше идет. Ну, вот здесь мы опять, Ксюша, обсуждали, то, что им, как будто текстовых реквизм, вот это не классный. У меня классный Гэдди, актерка, они хорошо поют. Он тоже, кстати, отметил, вот это, о, наконец-то кто-то поет. Они классно поют, у них Саша очень сильно... Ну, в общем, путешествующий, по-моему. Да, фронтик. Но последующий фильм классно раскрывают все остальное. Да, начали делать чуть-чуть акцент на других, не только на Саши. Да, там Айдин, который Уэнсдей был. Он вообще, наверное, лучший актрис получил на Кубке Акима. Вот именно за эту роль. И по ним, как будто, то есть, когда они выступили, по ним не было вопроса. Для меня, я уже думал, что они первое место, скорее всего... У меня не было того, что это команды, которые приседуют на первое место, но я была уверена, что они ведут в тройке, но вот именно что... Ну, как, они взяли... Я вела подсчеты результатов во время игры, и они взяли именно тем, что много членов жюри их отметили. То есть их, в основном, не ставили на первое место, а их ставили там на второе место, и в сумме они взяли с совокупностью и вышли на первое место. Было интересно. Финал Караганды. Команда КВН Закон Бёрфи. Уже второй раз вице-чемпиона. Что не получилось в том году и что не получилось в этом году? Ну, в том году... Да, наверное, то же самое, что и в этом году. Чуть-чуть разминка подкачала, наверное, и домашка. Потому что в прошлом году мы же вполне себе процентровали на чемпионов. Нас очень странно название забило там 0-2 или 0-4 баллов. Ну, в этом году, конечно, отрыв побольше. Но в этом году финал мощнее. Команды гораздо сильнее, гораздо лучше. Готовы идут. Чем очень странно. Ну, нет, не только о чемпионы. Что за чемпионы, да? Нет, ну я в целом... Просто очень сложно было конкурировать со всеми этими командами. Нам пора тоже. У них и куча костюмов были, и песен много. А мы же еще не поющая команда в музыкальном конкурсе. Ну, так, неплохо вроде постарались. Жалоб, конечно, что не получилось выиграть. Ну, в прошлом году... Чего ты на меня смотришь вообще? А он четверка, я-то ничего не решал. Но в прошлом году мы вас уже короновали. То есть после последнего конкурса, до последнего конкурса мы уже все. Там отрыв был очень большой. Там был нереальный отрыв. Там бал почти был отрыв. Да, но они очень странные дела, очень хорошие, очень смешную домашку попадали. Да, но там больше, наверное, было то, что у вас подкачало, чтобы не сработало. Что было? Что вы ощущали? Когда? В этом году? Нет, я вот хотел давно спросить, что ты конкретно ощущала, когда в прошлом году вы уже почти на бал опережаете. То есть для меня, ну, вот я говорю, мы вот с Алиной, мы уже вас короновали в том плане, что все, они уже должны быть чемпионами. Не знаю, может, подрасслабились чуть-чуть, может, просто была не такая сильная домашка, как хотелось бы. Потому что мы ее писали давно, когда еще на онлайн-вигу «Тыш», мы ее придумывали. И ее немного сложно было переделать все какие-то классные моменты на сцену. Не, которые на видео снятие при помощи монтажа, а как-то докрутить, а на сцену ее переделать было довольно сложно. Ну вот, как получилось, так получилось. Что-то чувствовало. Обидно, конечно. И после, понятно, это было поражение, это было не тяжелое поражение, это было очень тяжелое поражение, но вот до, вот именно до выхода на сцену, что-то именно, то есть у тебя было такое, блин, мы сейчас можем встать, или наоборот, такое, типа, это надо отпустить и расслабиться. И то, и то было. Была мысль, что неужели вот в первом году мы можем, ну, за первый год игры мы можем показать что-то такое классное, и что вот мы уже практически чемпионы, но потом надо успокоиться, надо выдать максимум, еще у нас домашка вообще, это целый конкурс. Ну, в общем, он у нас и подкачал. Ну, давай, как приходил подготовка к обиде? Это не гре. Просто, я знаю, ты говорила, многие ребята говорили, это ваша последняя игра, ваш последний сезон, я знал, что как это важно для вас, как выходил. И поэтому поставил четверку, как это важно. Но там, блин, у меня было объективно, у меня, для меня, для меня середина провисала, то есть я думал, что финальный блок выльет, ну, для меня, для меня, и для меня середина провисла, но очень худое начало, все было, очень худое начало. Ну, что, ну, вот миниатюры, они как будто для меня провисли. И я поэтому для меня, я думал бы, после этого ставить 4 или 5 ставить, ну, для меня, как для жюри по справедливости, как будто было бы 4. Ну, мы готовились, ну, на самом деле там еще очень много проблем было с подготовкой, времени не было на сборы, но мы прям старались, собирались. Без нашего руководителя собирались сами, старались что-то придумывать. Еще, вот, музыкальный номер, проблема в том, что я уже сказала, что у нас не поющая команда, у нас никто не может петь отдельно. И мы как-то старались, как-то выкручивались, ну, вот, как-то так. Почему временский музыкант домашка в то время музыкант? Честно, потому что Артур не смотрел. А, вот так что, например? Артур, да я смотрел, мне, у нас здесь поганит. Да нет, на самом деле, потому что мы думали, какие песни можно переделать, и единственный фильм, ну, как фильм, мультик, мультик, который все смотрели, кроме Артуры, и все знали оттуда песни, оттуда слова, мы решили вот взять его. В итоге мы, конечно, переделали Король и Шут песню, но так нормально. Что-то я не понял, бременский музыкант, и Король и Шут, это... А ты что, не знал? Там же, это, горшок, он же был. Да, это вот это, с Трубадуром, потом ушел туда. Да, я знаю эту ситуацию, мы в финале Павлодара, и нам говорят, давайте, делайте, переделайте милации и группу Виадр, песни. Ну, короче, о, классно, но все же знают. И мы, короче, болнули, вот это надо, давайте переделаться. И проблема в том, что ни одной песни не знаю. Вообще, Пиладзе, Виаго, вообще ноль, вообще. Мы, говорят, вот такая песня, вот такую песню переделали, бриллианта. Хорошо, а какой мотив? Мы не знаем эту песню. Мы включаем песню, короче. А, вот эта песня, ну, понятно, когда тут несколько раз послушаешь, ну, непонятно. Не им на сыра в жюри приступили, как пьет, какая пьет, ребят. Давай победителя, кстати, там насыпало, что Лиги Магнитка, кто выиграл в фестивале, и в Караганде. Нет, ну, в Караганде выиграли, получается, из элемента уже команда. Ну, и мирные жители. Нам поражит эти места. Да, мы не обсудим мирные жители касательно их фестиваля и Караганды, то есть команда. Ну, здесь, вот все отмечают, в жюри особенно, включают Жамбату, но, как будто там вся команда учится. То есть, есть там Лигнур, который отдельно тоже вытаскивает вещи. Есть вещи на Альтеира, которые только на Альтеира работают. И Мальдор. И, то есть, у них четыре человека, у каждого свои роли, вот что удивительно. То есть, мне и Жамбата всегда говорили, что мы пишем по образу, а он не понимает, как мы пишем по образу. Ну, пишем по образу, то есть какая-то шутка, зашла бы там, именно Альтеира, Мальдор, Жамбату, то есть вот так вот все может быть. Странно, что у них этот, музыкалка, музыкалка, кора, конечно, да, они эту музыкалку показывают в финале Циммертал, но они ее выиграли, ну, максимум получили этот конкурс. Я смотрю в Карагадель, и такой, что-то не то, как будто они не репетируют. Я спрашиваю, что-то, ну, у вас классный этот, а чего вы так-то не подали? Я говорю, а мы ее не репетировали. Я просто сидела на звуке у них, у них в последний день у меня Жамбата пишет утром, у нас нет таберов. Ты понимаешь, нас такая, ну, погнали. И он такой, типа, мы репетировали визитку, а давай, что ты знаешь. Не, команда выросла, мирные жители выросли, и это не с половиной сезона для меня точно. В аппарате сезона, давайте раз уж зашли на эту тему. Кто для вас команды, которые точно придут в финал, по вашему мнению? Скорее всего, победители дойдут до финала. Нам пора. А мирные жители, нестандартные. Я улыбана, что они в финале еще встретятся. Будут бороться за первенство. Мне кажется, если они приедут, если все нормально, повлиясь, либо земельки соборов, должны играть, да. Да. Бешеная атлетика не должна быть. И мне хочется, чтобы, ну, здесь от ребят учителей зависит, но я очень надеюсь, что драйв. Драйв у них удивительно хороший юмор, но пока они не пересмотрят сам процесс. То есть для них пока КВ на такой просто. А поступает такой момент, когда надо работать, когда надо перелавывать себя, чтобы это было не только понятно, если что тебе, но еще понятно, если что, в максимально большом количестве зрителей. Любой перевоспитать зрителей, а ты еще больше. Ну, мне хочется, чтобы Лестер вышли в финал. Или Ушкун. Все. Суперкубоками будут. Кто еще играл? Кровь Лестер. Ну, наверное, хочется, чтобы мирные жители все-таки реванш сделали. Магнитки. И Жей Дарман, получается, у нас какой-то эти разницы. Нет, вы жители как Пенс, как не Жей Дарман. Ну, в смысле, ну, Жамбур все равно у него есть. Я, ну, в плане того, что так или иначе команды связаны. Да что, у Сереги Хигай тоже был, выиграл в Жей Дарман. Да, Серега Хигай реально, мы играли в КГУ, в фестиваль Жей Дарман. А где мы-то переводили вопрос назад? Да, мне тоже. Красавцы, в этом плане красавцы. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за нашим инстаграмом. Подписывайтесь на YouTube канал нового телевидения. Уже совсем скоро выйдет фестиваль, в котором приняли участие 26 команд. Это новый уровень, это новое телевидение, это новый подкаст. Всем пока!